Добрый день всем, кто присоединяется к нам. Сегодняшняя тема нашего вебинара это массажные техники в косметическом уходе за проблемной кожей. Меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек. С некоторыми мы уже встречались на наших вебинарах. Кто-то приходил из московских косметологов в наш шоурум на мастер-классы. И повторюсь, сегодня день, который посвящен массажам для проблемной кожи и при курсе лечения акне. Как правило, многие избегают массажных техник при лечении таких проблем, как акне. Но сразу хотелось бы сказать, что это действительно один из способов улучшения состояния кожи, снятия в некоторых случаях воспалительных процессов. И, как правило, действительно идеальное средство для того, чтобы убрать следы пост-акне. Массаж вообще у нас в косметических уходах играет достаточно важную роль и помогает не только лучше впитываться косметическим средством, но прекрасно стимулирует кровообращение, улучшает практически все обменные процессы и, соответственно, улучшает качество и состояние кожи. На что хотелось бы обратить внимание, что в последнее время в косметических услугах, именно и не только в косметических услугах, а вообще в уходах за проблемной кожей массаж достаточно мало используется. Как правило, прибегают к каким-то либо аппаратным способам лечения, либо медикаментозным способам лечения, ну и, соответственно, косметическим. Но массажные техники, именно классического массажа, действительно улучшают состояние кожи и помогают бороться с этой достаточно серьезной проблемой. И это действительно проблема, поскольку по статистике акне не только у подростков, как правило, обращаются в подростковом возрасте, но у некоторых клиентов в течение всей жизни приходится корректировать данную проблему. Противопоказания. Добрый день, Ольга, спасибо, что тоже к нам присоединились. Очень рада, что нас уже больше. Я надеюсь, что слышно и видно все. Я сейчас включила слайд, где классические противопоказания к массажным техникам. Это относится ко всем техникам. Нет, только акне, да, это классические противопоказания. И, как видите, да, что здесь нет именно проблемы воспалительных процессов на коже. У нас еще присоединяются слушатели. Очень рада еще раз. Всем добрый день. Надеюсь, что все слышно. Буду рассказывать, поскольку сегодня еще у нас не только косметологи, но и наши клиенты, которые... И ваши клиенты, которые ходят к вам на процедуры. И еще косметологи, которые с нами достаточно долго работают. Буду рассказывать еще и немножко о самомассаже при нанесении средств для лечения акне. Поэтому непосредственно приступим к обсуждению массажных техник, которые... Так, почему я не могу поменять слайд? Которые, собственно говоря, применяются для решения этой проблемы. Самый, наверное, известный классический массаж, да, то есть массаж по жаке или щипковый массаж, который прописан практически во всех протоколах лечения акне. Щипковый метод один, наверное, из самых действительно работающих способов, который применяется для работы с жирной кожей, для работы с обильным салоотделением, поскольку он способствует сужению пор, регуляции выработки кожного сала. Иногда его применяют, как написано у меня на слайде, да, что еще и для борьбы с возрастными изменениями, поскольку очень часто проблемная кожа, да, с возрастом перестает быть проблемной кожей, но расширенные поры и наличие комедонов беспокоят наших клиентов практически всю оставшуюся жизнь. Также при... у многих возрастных клиентов, да, это особенность бывает отсутствие активного ухода, да, с возрастом расширенные поры начинают беспокоить больше, да, поскольку эластичность кожи снижается, соответственно, диаметр поры увеличивается, и опять же таки можно наблюдать достаточно крупные комедоны, что тоже беспокоит наших клиентов. Начинается поиск средств, да, для осужения пор, а здесь может помочь действительно щипковый массаж, массаж по жаке. В процедуре данный массаж встраивается либо в косметический уход, да, в лечебный уход, также в процедуре любой чистки лица, как мануальной, так и ультразвуковой чистки лица. Кстати, это поможет пролонгировать эффект от ультразвуковой чистки лица, да, когда наши клиенты часто говорят, да, что вот мне ультразвуковая чистка неэффективна, поскольку у меня там через 1-2 дня все то же самое наблюдается, да, то есть мне не вычищается кожа, да, не выглядит несвежей, и проведение массажа по жаке в завершении процедуры чистки лица ультразвуковой, да, пролонгирует именно эффект от этой чистки. Основное действие, да, как... А где у меня это? Основные эффекты от процедуры массажа по жаке, да, прежде всего, да, это регуляция выработки кожного сала, да, то есть для клиентов не только с проблемной кожей, но и для клиентов с комбинированной кожей, да, или же когда есть проблема активного выделения сала в Т-зоне, при этом кожа может быть обезвоженная или совсем сухая. Также при процедурах восстановления, да, или лечения постакне при активном образовании рубцовой ткани, да, как пост воспалительного процесса, да, и восстановлении цвета лица, да, то есть это основные эффекты от щипкового массажа по жаке. Также при наличии застойных явлений, да, также при развитии активного воспалительного процесса, здесь, ну, ему, наверное, равных нет, да, особенно при лечении акне, к сожалению, другие массажи. Я буду рассказывать еще о некоторых... о некоторых видах массажа, которые можно применять, да, и активно можно применять на проблемной коже, но все-таки эффективнее всего массаж по жаке. Он встраивается в процедуру чистки, да, также можно его применять самостоятельно в домашних условиях. Схема самостоятельного применения, да, то есть всегда будет соответствовать, наверное, любым лечебным процедурам, потому что массаж достаточно энергичный, да, активный, и всегда это будет через два дня на третий. Если у нас есть здесь наши клиенты, да, или же вы можете рекомендовать своим клиентам проводить данный массаж именно через два дня на третий, чтобы, опять же таки, улучшить состояние кожи после косметических процедур и во время лечения. Если я позволю себе все-таки немножко рассказать о технике, многие косметологи, это базовый массаж, который, с которым начинается вообще, наверное, знакомство с косметологией, да, в процессе базового обучения косметологов, но я все равно позволю себе вам напомнить о техниках выполнения, да, всегда техника, почему она и считается активной, да, потому что техника построена на выжимании кожного сала из сальных желез, но строго по массажным линиям, я вернусь к слайду, включает в себя, да, техника несколько, наверное, самых простых элементов, да, это разминание, щипки и щипки с вибрацией. Как любой массаж, он начинается с поглаживающих движений, у нас есть видео в блоге по правильности выполнения, но все равно позволю себе напомнить, да, массаж делается на очищенной коже, либо после процедуры чистки, либо после демакияжа. Массаж выполняется строго по тальку или по пудрам. Чуть-чуть попозже мы с вами обсудим массажные средства, которые можно применять при проблемной коже и коже с акне. По времени массаж выполняется, как правило, максимум 20 минут, и по временные характеристики мы будем рассчитывать по типу кожи. К сожалению, на обезвоженной коже или на сухой коже тоже часто бывают высыпания, или же у клиента расширенные поры, поэтому рекомендации к этому массажу можно давать и клиентам с сухой кожей. Вот для сухой кожи, для чувствительной кожи. Чувствительная кожа у нас с вами будет в случае проблемной кожи, чувствительная – это когда есть воспалительные элементы, или же подкожные застойные явления. В этом случае у нас будет с вами чувствительная кожа. Вот для сухой, для чувствительной кожи временные характеристики до 10 минут. По глубине воздействия он тоже будет поверхностный. Для нормальной кожи и жирной кожи, плотной, толстой, жирной кожи, это от 15 до 20 минут. Далее по техникам. После проведенной чистки, либо ультразвуковой, либо дезинкрустации, либо это просто легкий энзимный пилинг, к примеру, мы наносим либо тальк, либо есть антисептические пудры, есть пудры специально массажные предназначенные, но, как правило, делается по тальку, это самый простой способ. И делается, мы в предыдущем вебинаре обсуждали, строго по массажным линиям, первые движения поглаживающие и распределяют аккуратно пудру, и в то же время позволяют вам руками почувствовать кожу, насколько глубоко вы можете воздействовать. И после всего этого можно приступать к активным массажным действиям. Захват. Захват всегда должен быть не поверхностным, а достаточно глубоким. Можно будет посмотреть на видео, наверное, кому будет подробно, интересно. Я покажу прямо на себе, я специально сегодня очень близко села к камере. Захват должен быть достаточно глубокий, чтобы захватить, вот видно, думаю, на видео, чтобы захватить достаточно глубоко складку и активно проработать кожу. Все движения выполняются по два раза, по два прохода, плюс по одному проходу, я напомню, наверное, все-таки, чтобы я не была голословна, напомню, что глубокие щипки выполняются по трем линиям, да, от середины подбородка к мочке уха, от угла губы к козелку и от крыльев носа до начала ушной раковины, достаточно плотный захват по два раза. Получается, как правило, на четыре счета при захвате крупной складки. Да, на носу делаются щипковые движения, если для самомассажа вы делаете сами, да, то двумя пальцами, а если вы работаете с клиентом, да, у вас будут щипковые движения большими пальцами, активно защипываем складку, да, на лбу это всегда по массажным линиям, либо есть два варианта, да, работы с лбом, либо это право-лево, либо всегда от линии бровей к началу роста волос, да, либо сразу от центра лба, поднимаясь вверх. Одно из движений это улитка, которая начинается от уха, да, проходит по периферии всей щеки, да, и опускается к и опускается у нас вниз до крепления жевательной мышцы, то есть получается либо рыбка, либо петля, это движение выполняется один раз, после чего выполняются активные щипки с вибрацией, которые очень хорошо налаживают лимфоток, мы такую же большую складку глубокую делаем именно с легкой вибрацией, в данном случае, если чтобы полноценно проработать такое движение, если для самомассажа локти должны стоять в упоре где-то на столе, да, либо опереться на кушетку, если вы делаете это себе, в случае работы косметолога у вас, когда вы делаете такие движения, руки должны упираться в кушетку и само движение вибрации должно идти не от рук, от кистей, а от плеча, поэтому здесь очень важна еще хорошая посадка. Далее, любой массаж у нас заканчивается поглаживающими движениями или успокаивающими движениями, вибрация не выполняется только в области лба и, наверное, любое движение должно заканчиваться с фиксацией там, где мы остановились, в данном случае на периферии, да, то есть, если мы делаем нижнюю часть лица, это всегда около уха фиксация, если мы работаем с лбом, то фиксация начала волосистой части головы. Очень хорошо этот массаж сочетать с дарсонвализацией, если мы делаем полный комплекс. В данном случае, да, сначала у нас делается массаж по тальку и потом по или под пудре, да, и потом мы выполняем дарсонвализацию по нанесенной этой же пудре, очень удобно. В случае протокола, да, у нас получается, сначала мы делаем массаж, потом мы делаем дарсонвализацию, а потом мы уже завершаем все это финальной маской, если это требуется мне очень нравится и я вижу большую эффективность, когда завершаются процедуры больше альгинатными масками, поскольку они не требуют практически смывания, если ее правильно нанести, да, можно только удалить остатки пудры, талька, да, и нанести финальный крем, в некоторых случаях, да, если была антисептическая пудра специальная, да, многие производители рекомендуют после процедуры чистки или же после массажных процедур эту пудру оставить на лице на несколько часов, есть антисептические пудры, которые рекомендуется оставить до утра, если вы выполняли, я просто не сторонник, когда клиент после салона доехал до дома, да, это может быть и метро, особенно в крупных городах, да, это может быть и метро, это может быть и даже личный автомобиль, когда простояли в пробке, да, все равно лучше дома убрать остатки крема, который нанесли в салоне и нанести какое-то домашнее уходовое средство, вот если процедура проводилась где-то в домашних условиях, да, то после этого можно пудру, например, не удалять антисептическую, а оставить ее до утра. То, что, наверное, массаж позволяет работать еще и с постактной, да, помогая убирать вот эту вот рубцовую ткань, размягчать ее, выравнивать лицо. Здесь можно сочетать или чередовать с химическими пилингами, со всеми процедурами, которые вы проводите, да, для борьбы с данной проблемой, да, то есть это будет чередование между процедурами, будет проводить, должен пройти некоторый период, да, в зависимости от глубины пилинга. А вот то, что можно, какой массаж можно сделать после процедуры химического пилинга, как правило, после процедуры химического пилинга не проводится массаж, хотя опять же таки есть пилинги, которые можно наносить массажными движениями, есть рекомендации, есть массажи именно прям ватными палочками проводятся при химических пилингах, да, для более интенсивной подготовки, но мы сегодня не об этом говорим, да, вот после процедуры я опять вернусь потом к массажу по жаке, а вот с чем сочетать процедуры химического пилинга, да, когда вы работаете с постакне, это массаж хрустальными шарами, я уже рассказывала об этой технике, данную технику официально, да, в косметических процедурах привнесла Кристина Зихави, да, израильский косметолог и основатель марки Кристина, этот массаж можно проводить после любых химических пилингов, в том числе, и он также рекомендован для работы с проблемной кожей, когда есть большое количество воспалительных процессов, да, есть раздражение на коже и любой другой массаж не проводится. Это стеклянные шары, заполненные специальным физраствором с дополнительными добавками, которые долго держат низкую температуру. Считается, что хрусталь, да, из которого сделаны шары, обладает антисептическим действием, но массаж проводится, как правило, очень комфортно, слегка касаясь кожи и позволяет не только успокоить кожу, да, после агрессивного химического пилинга, да, но очень точно так же очень хорошо убирает, отечность, работает активно с капиллярной сеткой, да, здесь, поскольку тема больше у нас с вами про акне сегодня, да, я не буду рассказывать массажи с куперозом, да, но в данном случае можно провести массаж хрустальными шарами, даже по очень чувствительной коже, соответственно, они легко обрабатываются любыми антисептическими веществами, и работать ими можно практически по любой подложке, да, это может быть и тальк, и масла, также может быть и гелевые текстуры, и эмульсии, и любые кремы, в зависимости от того подложку, да, то есть базу выбираем в зависимости от того, какую технику мы будем использовать. После химического пилинга, да, после, когда вы его нейтрализовали, либо нанесли завершающие средства, да, которые запечатывают как бы кожу, можно провести массаж от 5 до 15 минут, классическое время, по основным массажным линиям, также можно провести массаж хрустальными шарами после чистки, да, здесь он подойдет также к любому виду чистки лица, да, как аппаратный, так и мануальный, также подойдет не только после химического, но и после энзимного пилинга, он активно будет суживать поры и успокаивать кожу, убирать любую гиперемию, да, поскольку происходит быстрое, мягкое охлаждение кожи. Массаж работает также по основным массажным линиям, есть несколько техник, которые можно применять именно с проблемной кожей и после агрессивных процедур на коже. Есть лифтинговая техника, про нее сегодня говорить не буду, да, когда делается так же между шарами захват. Здесь слегка касаясь инструментом, он легко прокручивается в руках, да, по основным массажным линиям, мягко, слегка касаясь кожи с фиксацией в завершающей точке массажной линии, да, то есть, если это от середины подбородка, то у мочки уха легкая фиксация, да, то есть, мы оставляем шарик там от уголков губ к зелку, я для того, чтобы завершить движение, слегка прокручиваю шар, да, как бы ставя точку на линии, это позволяет еще проработать, да, лимфу, и можно очень хорошо успокоить кожу, напомню, да, что работа с холодными хрустальными шарами еще позволяет хорошо сузить поры, что, опять же, такие в процессе лечения, да, в процессе коррекции жирной кожи и воспалительных процессов очень важно для нет, я считаю еще очень рано для выбора массажной техники в работу, да, или для себя стоит обращать внимание на то, что, на то, в каком состоянии кожа, да, если кожа еще чувствительна, да, допустим, вы, я все время стараюсь почему-то как с клиентами говорить, но, допустим, ваш клиент находится на медикаментозном лечении и еще пока находится на медикаментозном лечении, да, и приходит к вам, например, на процедуру чистки, да, или же по какой-то, может быть, там, другой причине он к вам пришел, если медикаментозное лечение препаратами, да, проходится, да, то чистку вы однозначно проводите только с разрешения врача, да, или по назначению врача, тут однозначно будет классический массаж по жаке, да, если чувствительность кожи на некоторых препаратах очень высока, да, то массаж, как правило, не рекомендуется, или кожа очень реактивная после медикаментозного лечения, то тогда выбирается, да, массаж хрустальными шарами для того, чтобы больше успокоить кожу, поры будут суживаться, выработка кожного сала будет уменьшаться, да, и уже можно перейти тогда на лечение, уже, наверное, не на лечение, а на поддерживающий уход косметическими средствами, да, и на легкие салонные процедуры. Можно добавить элементы лимфодренажного массажа, как правило, лимфодренажный массаж не рекомендуется при лечении акне, да, здесь больше массаж шейно-воротниковой зоны, да, чтобы помочь все-таки кожи справиться с активным воспалительным процессом. Я много раз говорила, да, что с лимфой нужно работать очень мягко, корректно, и чем меньше активности в лимфодренажном массаже, да, тем лучше, поскольку на проблемной коже активный лимфодренаж, да, может вызвать обратный эффект и в начале, да, то есть на первых этапах усилить воспалительный процесс, поэтому элементы лимфодренажного массажа хорошо использовать на этапе подготовки, например, к или комплексной чистке, к любому типу чистки, именно на этапе подготовки проработать региональные лимфоузлы, околоушные лимфоузлы, для того, чтобы улучшить, кстати, и качество чистки, и также помочь снизить плавно воспаление, когда уже, например, клиент хочет корректировать постакне, вот здесь очень хорошо включать элементы лимфодренажного массажа, есть еще, я не буду про этот массаж сегодня рассказывать, да, есть еще массаж Асахи, который, в принципе, весь построен на лимфодренажных действиях, да, ну вот, на уже коррекции, работе с постакне, можно активно включать лимфодренажный массаж, будет способствовать активному восстановлению, да, и если есть глубокие застойные явления, да, то тогда тоже можно включать лимфодренажный массаж для того, чтобы улучшить себе работу, да, и улучшить действие тех средств, которые вы рекомендуете клиентам в домашний уход. Именно почему лимфодренажный массаж лучше вводить мягко, да, поскольку, повторюсь, да, что можно иногда активными действиями спровоцировать либо рецидив, либо, опять же-таки, усилить воспалительный процесс, который есть, и все-таки лучше обратиться, да, к классическим методикам, да, то есть это будет, у меня сегодня нет аппаратных никаких процедур, да, например, я не очень люблю и не очень рекомендую активные массажные действия, да, на проблемной коже, поскольку это всегда действие его будет двояко, да, то есть можно улучшить состояние кожи, да, а можно и усугубить проблему, поэтому вот самые основные, которые будут незаменимы как в домашнем уходе, так и в работе косметолога в салонных процедурах, да, это все-таки массаж по жаке и если есть варианты, да, то это вот массаж хрустальными шарами, который можно применять в принципе со всеми процедурами, с любым воздействием, на мой взгляд, потому что изначально все-таки вот массаж хрустальными шарами рекомендован был после агрессивных процедур косметических, да, когда основные массажные техники не рекомендуются. Модные сейчас массажи гуаша для проблем, если его выполнять просто для нанесения средств, то это опять же-таки он дает лимфодренаж активный, да, а если правильное выполнение мы на прошлом вебинаре обсуждали этот массаж, да, и разбирали пошагово, то правильно массаж делается достаточно глубоко и он не рекомендуется при проблемной коже, если это только не работа с триггерами, поэтому тут бессмысленно, а так он дает активный лимфодренаж, и опять же-таки это может усугубить проблему. По поводу массажных средств, да, если я не помню точно, но скорее всего давала шкалу комедогенности масел и описывала масла, да, у кого какая основные используемые, у кого какая степень, да, по шкале, выписала вам сегодня масла, вебинар сохранится, можно, кому интересно сохранить, можно сфотографировать, можно сделать скрин экрана, да, но многие знают, да, что, как правило не применяются масла в работе с проблемной кожей из-за их комедогенности, ну вот сегодня выбрала самые лояльные и, наверное, даже некоторые из них будут способствовать именно лечению данной проблемы, да, то есть от нуля до двух это то, что можно использовать, это не комедогенные масла, да, шкала до пяти, от нуля до двух можно использовать и с проблемной кожей, и некоторые из этих масел можно использовать и при активном воспалительном процессе, да, то есть масло ши, конопляное масло сейчас очень популярно, да, обладает еще вяжущим эффектом, что способствует, да, активному заживлению воспалительных процессов. Вот масло гранатовых косточек сейчас вообще очень такой, наверное, популярный или популярное масло и вообще все фракции, да, этого растения в последнее время стали очень популярными, потому что есть ферментный пилинг, да, из энзима граната, который приравнивается по действию к гликолевому пилингу, обладает очень хорошим заживляющим эффектом, да, и еще и омолаживающим эффектом. И вот масло гранатовых косточек, конечно, это не пилинг, но будет способствовать активному заживлению кожи, да, если вы работаете с пост акне, да, работаете, есть склонность у кожи к образованию рубцовой ткани, да, выбирать или попробовать в работе масло гранатовых косточек. По работе с маслами сразу хочу отметить, что все-таки первичная консультация на наличие аллергических реакций. У нас, к сожалению, сейчас большое количество аллергиков, да, все-таки стоит проверить. Дальше. Масло виноградных косточек практически, если оно правильное, практически не забивает поры, очень хорошо работает не только с сосудистой сеткой, но и с сосудистым окрашиванием поствоспалительным, да, таким застойными явлениями, поэтому смело можно работать, да, в классической технике. Здесь уже я беру классическую технику массажную, то есть базовую, там можно поработать по, как лечебный массаж провести, по маслу виноградных косточек. Масло рисного ореха также обладает против воспалительным действиям и хорошим тонизирующим действиям, у него тоже очень низкая комедогенность. Ну вот из того, что здесь я для вас выделила, да, лечебными свойствами будет обладать еще и у меня есть лично в работе два фаворита. Это черный тмин и масло томану. оба два помимо противовоспалительных эффектов, да, еще и обладают очень хорошими регенеративными свойствами, плюс таману, да, и тмин тоже обладают еще и противовирусными свойствами, да, поэтому вот два моих фаворита очень вязкие масла. можно работать достаточно глубоко, да, то есть для улучшить состояние кожи как с воспалительным процессом, так и можно поработать и с постакне, да, потому что большой, вот, например, в томану большое количество биофлавоноидов, да, то есть у него очень высокая регенеративная активность, кстати, из, ну, таких именитых брендов, да, например, Кристиан Диор одним из первых начал его использовать в своих, не в линии домашнего масс-маркета, да, которую мы видим, которая доступна всем, да, именно у Кристиан Диора есть профессиональная линия, которая используется только в его, там, закрытых салонах, то есть один из первых начал использовать этот ингредиент в работе с проблемной кожей, где можно найти эти масла, есть специализированные магазины, да, для массажистов, для массажей, или же можно найти масла, есть сайты для тех, кто делает сами косметику, самый, наверное, такой, их много, посмотрите по отзывам, если интересно, да, и добавлять в базовое масло. В случае проблемной кожи базовое масло будет масло, рис, рисовых отрубей. Я еще много работала с маслом лаванды, лаванды, и, наверное, у меня было самое любимое, это масло ванили, не ванилин, не, а именно экстракт, да, и масло ванили, но, к сожалению, оно достаточно аллергичное, но у него высокая заживляющая способность, то есть регенеративная способность, но на него, к сожалению, очень много аллергических реакций, оно не пахнет привычной нам ванилькой, да, то есть вот не пахнет кондитерской, но достаточно такой деревянный у него аромат такой сложный, терпкий, но все равно многим клиентам приятно не всем, а из активных вот этих вот масел таману пахнет очень приятно, возможно, как таману название, да, не было знакомо, да, хотя сейчас это один тоже из самых популярных ингредиентов как раз из-за своих свойств, а так он широко был известен как александрийский лавр, и все части растений используются для лечения и решения каких-то проблем не только с кожей, но и со здоровьем. Вот по маслам я надеюсь, я вас сориентировала, да, то, что можно использовать, потому что почему уделило такое внимание маслам? Поскольку лечение акне, если оно медикаментозное, мы потом можем наблюдать картину очень сухой кожи, шелушащейся кожи, которая требует дополнительной дополнительного увлажнения и не все увлажняющие средства с этим справляются. Практически данные масла помогут решить эту проблему параллельно с косметическими уходами или косметическими домашними средствами, которые будут направлены не только на коррекцию воспалительных процессов, но еще и на увлажнение. Далее массажные средства, которые мы будем использовать для работы с аккорными это различные фитопудры. Есть масса брендов, которые выпускают пудры, они все равно все будут на базе талька, которые могут содержать экстракты трав, экстракты растений, которые обладают противовоспалительными свойствами. По пудрам можно выполнять не только массаж по жаке, есть тоже дополнительные массажи, которые не только для противовоспалительной и поросуживающей, но и пластические некоторые виды массажа выполняются по тальку и фитопудрам. Здесь стоит выбирать их непосредственно для конкретно под неправильно сказала под конкретного клиента, да, опять же, насколько ему комфортно. Есть шелковые пудры, почему талька, фитопудра для жирной проблемной кожи, здесь мы с вами можно сказать убиваем двух зайцев. такая текстура очень хорошо абсорбирует кожное сало, да, и продлевают эффект от проведенной процедуры, да, помогают суживать поры и помогают сделать достаточно глубокий захват, который не повреждает кожу и позволяет, да, глубоко проработать массажные движения. по гелям. Сейчас мягко перейду к разбору средств гельтек. Массаж по гелю это не новое, там не ноу-хау, очень многие косметологи, массажисты работают по массажам, делают массажи по гелю, поскольку они помогают обеспечить достаточно хорошее скольжение и, наверное, самый не аллергичный и не комедогенный продукт это все-таки гель. Единственный недостаток, наверное, работы по гелю относительно масла, да, это короткое время работы и здесь лучше выбирать гели по плотности и по вязкости для того, чтобы можно было увеличить время воздействия на кожу. Плавно, плавно перейду к средствам. Наверное, еще хотелось бы сказать именно по гелям. Вот на гелях во время массажа не стоит экономить. Его должно быть много, чтобы пальцы в нем плавали. то есть не плавали, а чтобы пальцы в нем утопали. Если гель позволяет достаточно эластичный по текстуре, то это будет идеальная среда для массажа. И плавно перейду к средствам гель-тек, которые можно использовать для массажных технологий. Начну, наверное, у меня первым указан гель тонизирующий, а я начну с зимной пектиновой маски и подробно расскажу, как ее хотя она у нас фигурирует во всех не только моих, но всех наших вебинарах и во всех протоколах всех наших косметологов и технологов. Но поскольку у нас с вами работа сегодня с проблемной кожей, как по ней делать массаж и чем он будет хорош. в состав маски цитрусовый пектин пил мост которым содержится еще попаин то есть это комплекс пил мост молочная кислота соль рапан и маска основное ее назначение разрыхлить размягчить кожное сало чтобы улучшить состояние кожи перед чисткой и способствовало чтобы более глубокому и мягкому очищению поры вы когда наносите маску вы ее наносите под пленку потом проводите либо ультразвуковую чистку либо механическую если по пектин энзимной пектиновой маске сделать массаж то это будет способствовать более глубокой эксфолиации плюс хорошему разрыхлению кожного сала и тем лучше будет вычищаться пора во время процедуры массажные движения вот здесь как раз должны быть лимфодренажные с легким нажимом маска с маской знакомы практически наверное все наши клиенты это самый популярный у нас продукт она может быть маска может быть вязкая точнее неправильно я сейчас формулирую нужно нанести более толстый слой нежели для процедуры обычной ультразвуковой чистки можно оставить аппликацию на 5 минут можно не оставлять аппликацию и мягкими лимфодренажными движениями распределять маску по поверхности кожи это будет способствовать более глубокому очищению пор если кто у нас есть такие клиенты и некоторые косметологи оставляют ее до высушивания и тогда собственно говоря такого разрыхляющего эффекта от нее нет но по ней можно провести также щипковый массаж по жаке это в целях экономии но здесь поскольку у маски все-таки есть разрыхляющий эффект то нужно быть крайне осторожным и захват должен быть более плотный что ли вот так вот сказать потому что по гелю будет скользить но элементы массажа по жаке если у вас зимная пептиновая маска высохла на коже то можно включать хотя это не самый такой основной вариант лучше по ней делать лимфодренажный массаж который она позволяет делать достаточно полноценно гель тонизирующий из линии антиэйдж наверное вот один из самых тоже любимых нашими косметологами средств который для всех аппаратных процедур подходит он самый токопроводящий по нему по проблемной коже особенно здесь можно двух зайцев так называем убить поскольку он очень хорошо тонизирует он дает очень неплохой лифтинг дополнительного увлажнения но он очень эластичный и для лимфодренажного массажа он очень хорошо подойдет я специально здесь держу его рядом с собой покажу очень эластичный и если нанести его на кожу единственное после механической чистки не очень хорошо а вот после чистки ультразвуковой будет идеальный вариант мягко утопить пальцы и провести лимфодренажный массаж или можно обычный классический лечебный массаж то есть очень по нему хорошо скользят руки по времени хватит с ним работы на 10-15 минут идеальный вариант дальше у нас для проблемной кожи по чему можно сделать массаж это гель для жирной кожи предназначен тоже для аппаратных процедур составе его алоэ вера экстракт гомомелис который успокаивает очень хорошо фукус и препараты серы он не такой вязкий как гель тонизирующий скользящие движения лимфодренажные движения по нему не очень хорошо делать но здесь в случае если ваш клиент или вы не любите тальк пудры то его можно нанести тонким слоем до полного высыхания дождаться его полного впитывания и по нему провести классический массаж по жаке здесь получится и глубокое воздействие на кожу то есть вы получите хороший захват потому что он очень хорошо впитывается еще очень люблю под массаж но он очень быстро впитывается но здесь опять же таки какое воздействие вы можете провести тоже хороший и один из любимых гелей для наших косметологов именно аппаратных гелей это гель увлажняющий плюс несмотря на то что он находится у нас в линии увлажнения и предназначен для сухой кожи но благодаря своему составу его можно использовать на проблемной коже не только пересушенной параллельно при лечении какими-то аптечными препаратами то есть во время медикаментозного лечения для дополнительного увлажнения кожи содержит он гиалуроновую кислоту алоэ вера и фукагель который способствует восстановлению микрофлоры на коже поэтому его тоже можно применять в массажных технологиях точно так же он быстро впитывается точно так же тонким слоем дать ему впитаться и после этого провести массаж по жаке все гели подходят под массаж хрустальными шарами можно провести и массаж асахи если кто-то владеет технологией и любой лимфодренажный массаж классический лимфодренажный массаж можно провести под этим гелем наверное можно любой гель применить но поскольку мы с вами говорили сегодня о массаже проблемной кожей то если кто-то совсем хочет сэкономить можно провести массаж по гелю по любому гелю алоэ вера если нет каких-то в нем агрессивных добавок массаж в уходовых процедурах за проблемной кожей всегда делаются перед процедурой дарсонвализации и перед завершающей маской наверное вот то что я хотела вам рассказать тема очень маленькая такая короткая наверное я рассказала основные массажи которые смело можно применять в уходах для решения основных проблем это расширенные поры воспалительный процесс и активное выделение кожного сала два массажа массаж по жаке и массаж хрустальными шарами можно в любом случае применять как при активных формах так и при лечении постакне или коррекции постакне лимфодренажные движения тоже можно включать активно самое наверное благодарное это все-таки будет кожа как ваша так и кожа ваших клиентов по средствам я прям старалась если есть какие-то может быть вопросы я бы на них вам ответила потому что на самом деле мне по массажам очень сложно рассказывать когда я рассказываю в общем поэтому если есть вопросы задавайте чтобы я могла подробнее о чем-то рассказать потому что в основном это показательная процедура да и очень сложно в рамках вебинара все это вложить рассказать показать как мне например сейчас кажется что я вам половины не рассказала просматриваю слайды вроде бы все рассказала если есть вопросы буду рада на них ответить у нас к некоторым массажам есть видео массаж шеи и шейно-воротниковой зоны с элементами лимфодренажа который тоже можно некоторые элементы включать себе в уходы и в уходы за собой также что у нас есть видео с массажем по жаке правда в домашних условиях но он подробный такой с описанием всех движений с глубиной захвата еще у нас есть или выйдет скоро видео как раз с лимфодренажными движениями но там больше по возрастной коже если вы напишите о чем вам было интересно пообщаться следующий раз то тоже буду рада у меня по информации именно массажных техник для проблемной кожи и средства для массажа на сегодня наверное все если нет вопросов то буду да вот я как раз хотела завершать и сейчас скажу промо код у нас как обычно после моих вебинаров это массаж потому что большинство моих вебинаров посвящены массажным техникам техники массажа можно посмотреть на ютубе в блоге или во влоге гильтек массаж шеи уже у нас наверное с августа месяца там есть лимфодренажный массаж у нас там есть массаж по жаке это все в ютубе на в нашем блоге поэтому можно фрагменты или элементы массажа для себя взять может быть в работу я надеюсь что после нового года мы будем проводить обучение каким-то техникам массажным мне есть чем с вами поделиться поэтому я надеюсь что после нового года мы займем тем более сейчас к сожалению в Москве опять объявили этот режим что после нового года можно будет поучиться непосредственно на мастер-классах на практических мастер-классах и буду рада давать вам информацию какие-то техники которые поможут вам улучшить любую процедуру ну и на сегодня у меня